добрый день добрый день добрый день я вижу что пошли подключения меня зовут тамара давайте немножко соберемся так добрый добрый день я вас попрошу как-то отреагировать вы можете отправить сердечки любые смайлики плюсики отреагировать на предмет того как меня хорошо или плохо слышно давайте немножко познакомимся я себе расскажу буквально через пару минут буквально пару слов напишите пожалуйста из каких вы городов у нас есть кнопка даже не кнопка целая графа внизу сообщения и можно написать и отправить комментарии он будет виден давайте немножко поактивнее чем чтобы была какая-то обратная связь от вас кто из каких городов и еще такой вопрос очень важный мы его сегодня будем поднимать кто работает не только в онлайн если есть такие или как-то сердечками или смайликами отреагируйте пожалуйста кто работает не только онлайн и кто преподает плюсом еще и в школах это важно мы будем эту тему сегодня поднимать ой питер класс я в краснодаре нахожусь сейчас лично я думаю что можно начинать меня зовут тамара еще раз я сотрудничаю со skyeng сотрудничаю с премиум отделом школы skyeng и являюсь амбассадором sky teach имею опыт выступления на тэдди может быть когда-нибудь расскажу про это и преподаю уже ну уже столько что можно запутаться в числах к не хотя у нас есть в комьюнити коллеги у которых вообще опыт сумасшедший это потрясающе у меня 12 лет ну я наверное уже на 13 зашла ну либо ближе приближаюсь к этому что за формат трансляции у нас мы обсуждаем здесь темы то есть это формат болталка поэтому будет очень классно если вы будете реагировать как то вот в идеале в комментариях как это сделала юля буквально два-три слова можно больше можно написать свое мнение мы обсуждаем здесь темы которые являются достаточно не хочу сказать провокационными но темы которые вызывают обсуждение откуда берутся эти темы как вообще я выбираю темы для трансляции я смотрю какие вопросы задаются в моем блоге коллегами задаются вопросы как правило на основе тех или иных новостей которые мы видим а новостей про преподавателей всегда много то есть это какие-то темы которые волнуют и хотелось бы их обсудить единомышленниками и да я здесь рассказываю именно делюсь своим мнением по этому вопросу но я не рассматриваю его как единственное правильное и мне очень интересно послушать ваши идеи прочитать их обсудить их потому что это формат такой знаете учительской я думаю что можем начинать на сегодня честно говоря вот самая тема которая произвела больше вызвала больше всего ажиотаж это тема того что учителей можно наказывать школьники и ученики могут наказывать учителей посредством вызова их на провокации можно наказать учителя за двойку можно наказать учителя за замечания и вообще вот эта тема того что на самом деле кто в классе рулит учитель или ученики и также мы перейдем к теме буквально вчера я добавила свете последних новостей если кто-то слышал про случай в сочи мне вчера многие коллеги блог написали честно скажу я видео нет не смотрела но я поняла ситуацию которая там возникла как бы в общем формате естественно никто не знает что там произошло это будет наша первая тема то есть мы поговорим о том как учителей провоцируют и вот эти идеи когда учителя вызывают на провокацию и потом учителя просто увольняют как правило исход именно такой сразу скажу я не писала не заготавливала речи у меня есть прописанные тезисы поэтому если где-то будут перепрыгивать с одной идеи на другую я прошу прощения первая тема за двойку педагога можно наказать за замечание педагога можно наказать и вообще не связывайтесь с нами знаете свое место вот как звучит эта тема здесь я не знаю что произошло я могу только догадываться это мое личное мнение что все пошло в другое русло все пошло в русло неуважения к педагогам ровно в тот момент когда преподавателей причислили к сфере услуг а такой момент был когда сделали репетиторов причислили к сфере услуг я ничего не имею против этой сферы но это не так я сама из семи преподавателей у меня бабушка и дедушка были преподавателями вузе они бабушка была преподавателем высшей математики дедушка преподавателем начертательной геометрии и я помню что тогда профессия преподаватель это была самая наверное уважаемая профессия это была статусная профессия потому что было четкое осознание что за этой профессии стоят годы обучения стоит ум стоит опыт стоит мудрость и действительно уважали преподавателей потом нас перевели в сферу услуг и соответственно мы оказываем образовательные услуги и что-то пошло не так каждого преподавателя в школе оказывается теперь за двойку можно наказать я сама имела опыт работы не с сош но тоже с организациями которые связаны с оцениванием детей я не буду сейчас давать никакие ссылки рассказывать как что называлось потому что просто что это не этичным первых по отношению к детям с которыми я работала но я с этим сталкивалась что на самом деле оценку могут подправить без вашего ведома это запросто может быть двойки вообще ставить категорически запрещено это демотивирует учеников и вообще когда вы ставите двойку вот такая формулировка я услышала это вы оцениваете свою работу но не знание ученика вот тут я не согласна на сто процентов я не знаю если вы в принципе смотрите в одном направлении со мной дайте каких-нибудь реакции пожалуйста хочу понимать вообще как происходит наша беседа здесь надо смотреть на то что происходит вообще современной школой любое событие из жизни педагога становится известным ученикам потому что благодаря всем соцсетям которые у нас есть это отдельная тема вот эти вот мемы с купаниями в пиджаках мемы когда дети находят какие-то там фотографии материалы учеников это я считаю отдельная тема там во многом действительно сами педагоги неправы потому что если это не рабочий блок если это не рабочая страница то ее неплохо было бы закрыть но тем не менее за счет вот этих информационных технологий стало нормальным записывать видео я видела видео с одной учительницей средних лет которая сорвалась на учеников но если бы и все вся все общество ее осудило но если посмотреть видео становится очевидным что ее просто сидят и доводят ее провоцировали там само видео длилось пять минут пять минут коллективной провокации ну как бы она может привести привести действительно к нервному срыву да возможно педагогу надо было выйти все таки да мы педагоги мы преподаватели мы должны уметь контролировать этот момент но не всегда это получается и вот здесь тоже мне описала одна коллега моя что делать дети провоцируют это это нормально я кстати с психологической точки зрения объясню сейчас почему они это делают что делать я считаю это мое мнение что в каждом классе в школе где происходит работа с группами должны быть видеокамеры должны быть видеокамеры и преподаватели должны об этом знать и это не должно восприниматься как контроль учителя хотя в некоторых организациях когда ставят камеры действительно первые кому идут претензии это преподаватели вы не так преподаете вы не так стоите вы не так сидеть это неправильно это в корне неправильно но тем не менее когда есть камера которая записывает звук которая записывает видео мы чувствуем себя защищенными мы как минимум сможем доказать что тот или иной ребенок ведет себя непозволительно неподобающе у учеников есть уверенность что все их поступки окажутся останутся безнаказанными когда преподаватель сейчас ведет ребенка к директору это самое пренеприятнейшее дело потому что тут же приезжают родители тут же начинается разбирательство и как правило с педагогом это страшно это 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 страшно получается что в нынешнее время у педагогов нет ни права на личную жизнь не права на вообще какие-то человеческие чувства эмоции а ведь мы работаем с детьми нам надо как-то взаимодействовать нам нужно строить общение мы не можем быть роботами это полностью противоречит вообще каким-либо психологическим аспектом взаимоотношений потому что так или иначе нам надо завести доверительные взаимоотношения с учениками потому что опять же мы не только предметники мы все педагоги я вспоминаю свою бабушку она преподавала в узи еще до всех реформ до вида изменений и тогда не было такой такого закона что например с нового года должно пройти три дня то есть только с 3 числа открывалась сессия я помню как у семьи допустим там какое-то путешествие поездка запланирована и мы просто сидели и молились чтобы ей группа сдала экзамен в срок до нового года потому что она ставила пересдачи на первое на второе на третье в общем там зависимости от количества этих пересдач и когда мы ее спрашивали ну зачем зачем ты это делаешь она это делала не из вредности она объясняла все по факту что они получают высшее образование они она работала с технарями они потом пойдут строить дома работать еще в каких-то технических сферах и не знают математики что они построят она развалится и также и дедушка кстати думал то есть тогда несли знания сейчас действительно порой я знаю мы обсуждаем это с комьюнити вот именно педагогов которые работают преимущественно оффлайн иногда ты просто уже не хочешь связываться но бог с ним уже думаешь ладно поставлю эту тройку четверку что хотят потому что себе дороже это неправильно и многие есть вот много историй когда педагог ставит двойку ребенок может подойти ребенок не не вузовский даже студент ребенок может подойти сказать я там родителям расскажу мои родители приедут хотя все должно быть наоборот я помню себя в школе если не оставили двойку первое что хотят сделать это как-то исправить эту оценку закрыть эту ситуацию отойти от этой ситуации это был самый большой страх что сейчас родители узнают у меня даже мыслях не было что у меня родители придут и начнут разбираться с учителем почему у меня два это безапелляционно два потому что не выучил и я сейчас у меня своих детей нет я с племянниками именно в этом же ключе разговариваю когда они приходят и говорят вот двойку поставили почему потому что потому что она такая потому что она вредна я очень простой вопрос задаю всему классу поставили двойку или там тебе еще паре друзей если это тебе и паре друзей если это тебе и паре друзей то данном случае это твоя проблема почему вы пользуетесь оценочной системой а не больной не совсем понимаю елена больные вы имейте ввиду я рассказываю на про школы сейчас данный данный момент не про какие-то отдельные моменты я именно про притебальную систему в школе сейчас говорю оценок раскройте пожалуйста мысль государственный да 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 я расскажу именно сейчас вот про оценки по государственным моментам но мы можем эта тема она встречается в принципе всегда то есть даже когда мы даем фидбэк допустим взрослым ученикам фидбэк может быть воспринят негативно хотя мы его даем позитивно как положено знаете есть много техник допустим тот же фидбэк сэндвич когда что-то хорошее потом раз там критика немножко вот здесь надо подправить потом опять что-то хорошее чтобы оставить положительное впечатление хотя там по фидбэк сэндвич тоже психологи его не рекомендуют потому что люди не фокусируются на критику но мы тоже можем столкнуться с этой ситуацией то есть когда люди не готовы слышать критику здесь именно мы говорим даже не столько про баллы под про отношения к учителям часто бывает такое если говорить уже не про государственный хорошо есть опыт работы с корпоративными группами чтобы корпоративная группа это когда их отправили когда руководитель отправляет работников на занятия и далеко не все работники жаждут заниматься я все понимаю я все понимаю что у всех занятость тотальная но кто-то старается кто-то понимает что да вот вот такие правила у компании что надо ходить надо посещать и кто-то старается уже настроиться что-то узнать новое вынести для себя какую-то пользу а кто-то пытается руинить весь учебный процесс. Такое тоже случается и среди взрослых людей, что самое страшное. И, как правило, это люди, которые работают тоже с другими людьми. И, в принципе, должно быть какое-то уважение, должна быть какая-то этика. Но такое случается, к сожалению. Что мы можем в этом случае сделать? Что мы можем в этом случае сделать? Первое, это моё мнение. Я всегда провожу рефлексию после урока. Будь это индивидуальное занятие, групповое, онлайн, оффлайн, неважно. Я всегда провожу рефлексию. И я делаю такой, знаете, фидбэк-сэндвич неполный. Вот это классный комментарий, Елена. Я думаю, что... Но ваш комментарий, он, мне кажется, вообще на отдельную тему выходит. Я здесь полностью поддерживаю. Она не объективна. Она не объективна. Я полностью поддерживаю. Когда мы оцениваем какие-то работы, особенно письменные, когда просто сидишь и не знаешь, какую оценку дать. Мне, допустим, нравится, как мы это делаем на платформе, именно на платформе от школы, где есть сочинения, где есть четыре критерия. Ну, в принципе, такая же система и в Recording's, когда мы прочитали или послушали, оставили комментарий, поставили звездочки по каждому из критериев. Мне тоже это больше нравится. И, на мой взгляд, такая система, она лучше мотивирует. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Да, ну, тема классная. Так, что мы можем сделать в данной ситуации? С этим сталкивается сейчас каждый преподаватель. Вот абсолютно каждый преподаватель сталкивается с неуважением. Ну, сфера услуг, оно понятно. Я, допустим, делаю фидбэк-сэндвич неполный. Я, когда заканчиваю урок или день, потому что бывает, что их там 10, например, за день, так не порефлексируешь. Я стараюсь найти какие-то моменты, которые, ну, я считаю критичными. То есть я понимаю, что где-то не пошло общение. А такое может быть мы все люди. Как говорят, мы не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. И наши ученики тоже. Что-то может пойти не так. Я стараюсь проанализировать, что пошло не так. Может быть, как-то беседа строилась. Может быть, как-то надо по-другому преподносить свою мысль. Это химия все-таки. У всех людей разный стиль общения. Может быть, какие-то вопросы были. Очевидно, неприятные ученику. Можно даже запись прослушать. У нас есть такая возможность и как-то подкорректировать эти моменты. В общем, я прохожусь по критике, что у меня не получилось сегодня. И потом я перехожу к хорошим моментам. И, как правило, их больше. Я в таких случаях еще раз повторю, что мы не 100-долларовые купюры. Поэтому наша задача беречь свое здоровье, как физическое, так и психологическое. Потому что с негативом мы, к сожалению, сталкиваемся и будем сталкиваться каждый день. Но то, что мы несем массы, зависит напрямую от нас. Поэтому даже когда что-то идет не так, мне нравится быть уверенной в том, что я не поддалась где-то на негатив, не поддалась на провокацию. И еще вот, кстати, интересный момент, хотела, обещала вам прокомментировать с психологической точки зрения. Почему, особенно дети, но, кстати, взрослые, провоцируют учителей. Особенно, когда это первые занятия. Обратите внимание, всегда самые первые занятия, они самые сложные. Они бывают немножко с напряжением, с таким надрывом. Как говорят психологи, когда мы встречаем нового человека, неважно кого, будь то учитель, будь то, я не знаю, друг, будь то кто угодно, мы стараемся прощупать его психологические манипуляции. Мы стараемся прощупать и понять, где проходит линия дозволенного. То есть, что можно, что нельзя. И это нормально. Поэтому, к сожалению, не все педагоги, особенно молодые, не до всех доносят эту идею того, что вас будут прощупывать. Не ведитесь на провокации. Чётко продумайте изначально, какие у вас есть красные линии, какие у вас есть пункты, точки невозврата и донесите это до учеников. Я думаю, что мы можем перейти к следующей теме. Следующая тема меня насмешила. Она связана с Днём Учителя. Вообще, я её готовила, хотела приурочить к 5 октября. Она связана с тем, что вот учителя, только им подарочки и дарить. Я знаю некоторых родителей, это мои друзья, им периодически промываю мозги в этом плане, что вот опять эти цветы. Только на 1 сентября дарили, опять нести цветы, конфеты. Ну, я в таких... Мне, не знаю, мне смешно, потому что, ну, я думаю, ну, вы серьёзно? Если отойти всё-таки от термина того, что учителя – это сфера услуг с некоторых пор, то этот человек, который занимается вашим ребёнком полдня, он занимается, он за ним смотрит, он смотрит, чтобы этот ребёнок поел. Даже в школе, даже в средней школе, когда они уже взрослые, всё равно это обязанность преподавателей. И, по сути, преподаватели, кто с ним работает, формируют его личность наравне с родителями. Ну, я не понимаю вот этих претензий, честно. Я помню себя, опять же, когда я была в школе. Я не расценивала букеты цветов для преподавателей как подношения или, я не знаю, не хочу произносить громких слов, но все понимают, о чём я говорю. Я рассматривала это просто как… Ну, мне хотелось принести этот букет, день учителя, мне хотелось как-то порадовать учителей. То есть это было на каком-то… Тамара, ещё раз, Тамара. Мне действительно хотелось принести этот букет, не чтоб там мне пятёрку поставили, у меня даже мыслей таких не было. Хотя я не была заучкой, я абсолютно нормальным была, среднестатистическим подростком с нормальным поведением, с нормальными проколами, и не всё было так идеально. Но я хотела это сделать, мне нравилось, я ездила с мамой, мы выбирали букет, причём у меня там для каждого преподавателя, он был разный, я его там по каким-то принципам выбирала. Оставят ссылку на блог, у меня есть блог, да, подписывайтесь, и я думаю, что мы ещё и там будем поднимать интересные темы, Елена. Буду очень рада, вообще всем буду очень рада. То есть, а сейчас вот это пошло веяние, что вот опять им нести эти букеты, опять цветы. Да не хотите, не несите, это не обязаловка. Вот я не понимаю таких родителей, но я своих всех друзей наставляю на путь истины. Я доношу эту всю идею. Для меня нормально, если я иду к врачу, я всегда возьму коробочку конфет. Ну я не знаю, ну для меня это нормально, ну как-то это принято. Это норма, в этом нет ничего такого. И весь этот непонятный хейт вокруг этих цветов несчастных, я не понимаю. Я знаю, у меня коллега работала в одной школе, не буду называть где, там было запрещено принимать вообще какие-либо цветы, какие-либо конфеты от детей. И родителям строго-настрого руководство говорило, смотрите, 1 сентября ничего не несите, значит это нельзя, это запрещено. Ну мне непонятно это, честно говоря. Я считаю это каким-то элементом тоже установления отношений между детьми и учителями. Это тоже дань своего уважения. Я когда работала тоже с детьми, у меня был целый стенд со всякими, я не знаю, там открытками, какими-то там сами они их рисовали. Если они ездили в путешествия, дети всегда мне привозили какую-нибудь открытку, какой-нибудь магнит, какой-нибудь сувенир. Это что означает? Это значит, что он на отдыхе, но он подумал обо мне почему-то и привез этот небольшой сувенир. Я не вижу в этом вообще ничего такого. И у меня был целый стенд, я это не скрывала. И это было детям очень приятно. И у меня с детьми, кстати, были доверительные отношения. Когда заказывают, это одно, да. Здесь про конфеты врачу, это я просто лично свою позицию объяснила, что для меня это нормально. То есть прийти к человеку и что-то подарить. Я не вижу в этом никаких… То есть я это делаю без задних мыслей. Это просто пример, можно на него не фокусироваться. Когда заказывают подарок, это другое. Это уже для этого есть, мне кажется, отдельное слово, которое я не хочу произносить, но мы все понимаем, о чём идёт речь. Это уже, да, это ненормально. Я считаю, что это уже действительно превышение полномочий, потому что, как я сказала, никто не обязан этого делать. Но и запрещать я не вижу в этом смысла никакого. Коллеги, последняя тема, которую тоже поднимали в блоге, это экзамены. Сейчас многие дети пишут КДР, как они называются, это вот такие проверочные, контрольные, и у них сдают нервы. У них сдают нервы, они приходят на эту контрольную. Допустим, преподаватель знает, что у ребёнка идеальные знания его предмета по этому уровню, по классу, с которым он работает, и ученик просто не пишет ничего. Мы проводим параллель с международными экзаменами. Кто работает со взрослыми, можно экстраполировать эту тему на взрослых, когда они сдают международные экзамены в стиле CEE, IELTS и так далее. Это любой экзамен. Ситуация такая, когда человек приходит и не может собраться. То есть ему кажется, что он ничего не знает, он ничего не может написать. Вот обсуждаем эти моменты. Здесь я сделала заготовки именно по рекомендациям психологов, по причинам и по тому, как с этим бороться. Отдельно за ЕГЭ ещё хочу сказать. Какие причины могут быть у того, что человек не смог собраться? И ребёнок, и взрослый. Это психология, здесь логика одинаковая. Первое – это слабая подготовка. Ну, здесь понятно, если человек не доготовился, он не чувствует себя уверенным, действительно он может растеряться. Мы это не берём, потому что я даже не считаю это где-то за психологию, я это больше считаю за недоработку. Слишком интенсивная подготовка. Вот это очень классный пункт. Мы, когда готовим учеников к экзамену, я понимаю, что мы чувствуем за собой ответственность. Опять же, будь то взрослый, будь то ребёнок, будь то подросток. И нам, конечно, хочется дать по максимуму знаний, но не стоит забывать, что должен соблюдаться режим работы и отдыха, как у детей, так и у взрослых. Если мы закручиваем человека в узел, и человек находится в режиме вот этой интенсивной подготовки нон-стоп полгода, год, я не знаю, даже пару месяцев, это скажется на эмоциональном фоне. И попадая на экзамен, человек может окончательно распереживаться, потому что, когда он находится в постоянном темпе подготовки, это вот, это даже не моя идея, это идея психолога. Когда человек находится в постоянном колесе подготовки, у него происходит накал эмоций, нужна золотая середина, и ученик, он её не найдёт. Тут должны мы смотреть, и, в принципе, по показателям, я сейчас расскажу, я когда готовила эти тезисы, я поняла, где это выражается. Мы можем определить момент, когда мы перегнули уже человека, пережали, и надо, допустим, даже где-то предложить одно занятие пропустить. Пусть отдохнёт, пусть походит, пусть наберётся сил. Это когда вот идёт подготовка, идут хорошие баллы, например, да, ну, там, по АЭЛС, по пробникам, по ЕГЭ, мы видим, что всё, идёт прогресс, а потом начинается резкий регресс. И совершаются глупые ошибки. Это значит, что уже сбился фокус, уже надо мозгу дать время выдохнуть, отвлечься, сфокусироваться на чём-то другом, и потом вернуться обратно к этой теме. Следующий момент — это страх ошибки. Часто, когда, вот я это замечаю, когда ученики делают какой-то пробник, они делают ошибку. Лучше её сразу не исправлять, а спросить, а, ну, хорошо, это, допустим, пункт 2 неправильный, какой тогда? Я не знаю, процентов 60 ученики называют правильные варианты, говорят, а я так и хотел вначале отметить, а потом передумал. То есть вот это переосмысливание, когда кажется, что всё слишком просто, и ученик пытается усложнить свою задачу, усложнить свой ответ, вот это ощущение, да, не может быть так просто. И они выбирают неправильный ответ. Про эту психологическую особенность, про этот аспект нужно тоже рассказывать ученикам, чтобы ученики понимали, что происходит с их подсознанием, как оно работает и как оно реагирует. И третий пункт, это слишком много помощи на этапе подготовки. Когда ученик попадает в среду, где нет преподавателя рядом, который стоит, который контролирует, который буквально тот ставит там, эй, мы киван головой, типа правильно, ученик понимает, всё идёт как надо. То есть у него есть такой некий маятник, некий индикатор, который всё в режиме онлайн тестирует, сразу кивает головой, даёт обратную реакцию. Попадая на экзамен, естественно, её никто не даёт, эту обратную реакцию, ученик находится в растерянности. И от себя я ещё добавлю, это тепличные условия. Когда мы готовим детей или взрослых в тепличных условиях, это идеальная тишина. Это никто, чтобы не зашёл, никто, чтобы не зашумел, никто, чтобы никак не отвлёк. Вы знаете, там ученик делает задание, мы сидим молча, ждём там чего-то. Это неправильно, потому что, когда он попадает на сдачу экзамена, начинаются кашли, начинаются какие-то передвижения, кто-то встаёт в туалет. А это происходит всегда. Ходит проверяющий, ещё незнакомый человек, который стоит над тобой. Это всё очень влияет на психологическое восприятие и на реакцию. Поэтому никаких тепличных условий. Что делать? Давайте подытожим. Это умеренная, но регулярная тренировка. Здесь можно составить mind map, чтобы и нам было легче. Изначально составить mind map, чтобы мы понимали, где, когда можно сбавить обороты. Это проработка всех типов заданий, чтобы не было такого. Есть ещё техническая причина, что что-то просто было недоработано учеником или в нами, или в тандеме, что-то пошло не так. То есть технически, чтобы мы понимали, что ученик готов ко всему. И больше самостоятельности ученики не должны быть зависимы от нас. У меня, кстати, был случай, когда ученик сдавал IELTS, взрослый человек. Он говорит, вы знаете, вначале всё шло плохо, а потом я представил, что вы сидите и каждый раз киваете. И всё пошло хорошо. Ну окей, это тоже можно сделать. Кстати, я иногда, если вижу, что ученик, ну вот он не совсем уверен в себе. Это просто психологическая черта такая есть, что вот ему комфортнее, чтобы кто-то был рядом. Ему удобно всегда заниматься с педагогом. Он никогда не будет заниматься через приложение, например. Ему нужен живой человек рядом. Я всегда говорю, представляете, что я рядом стою, киваю. Это работает, это психология. И, в принципе, пожалуй, это и всё. Я думаю, что вообще, вот я знаю по нашему комьюнити, это не первый стрим, а второй, который я провожу. Но я провожу ещё подкасты регулярно в Sky Teach. Я знаю, что у нас в комьюнити очень экспертные педагоги с невероятно разным стажем, с невероятно разным опытом, с разными географическими локациями. А это тоже влияет. Кстати, я заметила, что во многих регионах есть свои какие-то нюансы, есть свои аспекты. Поэтому, да, у нас очень крутое комьюнити. Спасибо за внимание всем. Добавляйтесь в блог, следите за нашими трансляциями. И, кстати, если хотите, вы можете даже в комментариях под этой трансляцией, мы её сейчас сохраним, оставить какие-то свои темы, которые вам бы хотелось обсудить. Я вот вижу уже тему про оценки, то, что Елена оставила, это на самом деле интересно. Я себе даже запишу, мы можем поговорить про разные системы оценивания в следующий раз, и как они работают, и подумать над их эффективностью, и как это можно применять даже на своих частных уроках, как можно мотивировать учеников посредством того или иного оценивания. Это будет очень интересно. И я думаю, что мы можем немножко поднять тему экзаменов именно с позиции, что эффективнее экзамены, как раньше, когда было собеседование, когда был открытый разговор с учеником, или же всё-таки тестовый формат. Я себе уже всё записала. Коллеги, друзья, преподаватели, единомышленники, огромное вам спасибо. И до следующего четверга. Отличного всем дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok